Я говорю, вообще пипец просто какой-то, взрыв мозга. Приползут на коленях, чтобы только заявление не писали. Почему он продан? Потому что это Кристиан Ла Круа. Кристиан Ла Круа. Ну, это пипец просто какой-то. Ну, и они злые, потому что им это... Так они распаковали эту дверь, представляете? Это беленый, беленый дуб. Буду спать на натуральном латвийском дубе. Я уже на допинге. Смотрите, какая у нас элитная дорога. С элитными ямами. Вообще, жесть. Смотрите, гудбай. Гудбай подвеска называется, вот эта вот яма. Жесть. Просто кошмар. Элитный район. Элитный. Выставляете, что творится в Невэлитных? Вообще, жесть. Ну, тут вообще, прям... Кратер. Кратерище. В Талине я вам показывал, какие улицы чистые. Посмотрите, в элитном районе. Это же ужас. Ужас просто. Ужас. Кто-то растерял, растерял по дороге носовые платки. Играешься? А скоро привезут тебе кавалера. Привезут тебе кавалера. Пришел на море. Поподумать немножко. Капец. 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 Всем доброе утро. Следующего дня. Ну, конечно, не самое позитивное у меня. Короче, я, наверное, вчера что-то сильно погулял в этом тумане. Да, Зоя. Папа перегулял той вчера. Лучше бы с тобой дома посидел. Правда, скажи. Ты гуляешь. Что ты тут? Ой, птички. Прямо перед окном летают. Тут вообще просто пипец тебе. Пипец тебе просто. Так. Может, так холодно было? Или меня так обветрило? Я не знаю, что за тебя. У меня вся кожа горит. А еще у меня была не спортивная малька. Адидасовская. Ну, такая. С чего она там делается? Что это за материал? Стандартная такая. Вот. Я не знаю. У меня какая-то гиперчувствительность появилась просто к... К не... К неприродным материалам. И у меня, знаете, такое ощущение, что у меня все тело кто-то терл чем-то. Какой-то теркой. Знаете, с утра просыпаюсь. Так рано проснусь. И прямо у меня так холодно. Я пошел температуру. У меня температуры нет. Все нормально. Я не знаю. Ой, короче, наверное, просто перегулял вчера. Ну, я еле вообще. Я просто еле стою. Я сейчас выпил кофе, чтобы хоть как-то проснуться. Даже мне было настолько больно принимать сегодня холодный душ. Я каждое утро принимаю холодный душ. Уже на протяжении восьми лет, наверное. Вот. И знаете, вот есть такие вот утра, когда просто вот ты не хочешь, да. И вот так вот прямо аж больно было. Ну, нет, давайте немножечко-немножко. По чуть-чуть там как-то сначала таким тепленьким, потом контрастный сегодня. Был сегодня контраст. Прищем лютвый аппарат сейчас тут. Ммм. Птички ты хочешь. Вызываю такси. Тут мои документы. Видите, как мы живем. И первое. Мусорку еще надо выкинуть. И первые котомки. К переезду готов. Я вчера вечером поздно уже собирался. Уже даже. Ну, закат был. Я же свет включал, чтобы там рассмотреть все. Ты понял, да? Ты понял, что мы переезжаем? Он прямо, он вообще просто. Я вот у них эти, как их, зоологи, они говорят, что у них там 360 выражений лица. Ну, это действительно так. То есть, вот это вот выражение лица его, что. Он понимает, что мы, что я собираю котомки, и что мы скоро переезжаем. Мы переезжаем с тобой в новую квартирку, папа тебе купил. Ты вообще понимаешь это? Знаешь, какой у тебя хороший папа? Ну, не каждым котикам папа квартирки покупает, понимаешь? Новые. Да твой папа вот такой вот. А из нашего окошка видно чего-то там немножко. Но это пока что, пока что тайна. Но спонсоры канала, возможно, увидят. Так, смотрите. Я уже на допинге. Купил мне у дранат уже все просто. Ну, не надо как-то это силы, силы как-то возобновить свои. Сейчас. Хотел вчера вечером заказать такси. Ну, в аппликации. Показала, значит, ну, 10 евро что-то такое. Ну, на определенное время там. Думаю, идите вы куда-то подальше. Тут 10 евро. Что тут ехать? Думаю, не буду. С утра смотрю, значит. Семнадцать. Я говорю, пошли вы подальше. Думаю, ладно. Не повезу вещи. Ну, буквально через минуту захожу. И там было через 15 минут. Мог приехать за шесть. Ну, за шесть. Ну, вот дело. Я два еврика ему еще дал типсов. Потому что он там вышел. Он там помог сумки загрузить. За четыре сумки. Лучше я так отдам. Чем что-то будет такое. 18 евро, блин, доехать по городу. Мы что-то в Нью-Йорке живем, что ли? Рига. А они что это? Установили еще какой-то ваучер. Мы придумали. Из Рижского аэропорта в центр города. Либо Пардал. Вы знаете сколько? 33 евро. Это вообще лохануться можно. Что? Вы еще где живете? В Стокгольме стоит сколько там? Ну, в два раза дороже, да. Ну, так там пилить на машине-то 40 минут. А тут в центре, ну, считаешь, в городе. Ну, он и есть в городе, считай. Там Марупа там чуть-чуть проехал и Рига. 33 евро. Вообще пипец просто какой-то. Взрыв мозга. И что-то там пытаются объяснить. Ну, ересь просто. Ну, просто ересь. 33 евро с аэропорта доехать. Рижского. Ну, не хочу даже. Так, сколько надо принимать вас, когда они сами? Нет. У меня просто каменное лицо сейчас. Вы видите? Ну, фирма Продекс просто жжет. Просто жжет, вы понимаете? Ну, это... Я уже... Вторую дверь. Это что, ретроградный Меркурий? Или у меня имя вдруг стало не Феликс Счастливчик, Ан-Феликс, Дис-Феликс. Ну, это пипец просто какой-то. Ну, и они злые, потому что им это... Так они распаковали эту дверь, представляете? Они ее распаковали. Но там углы... Углы двери. Чтобы вот эти косички не повредились, они были в такой картонке. И эту картонку они не распаковывали. Он начинает распаковывать. И первая же картонка там вот этот вот... Ну, цауры... Цауру меньше... Дырочка. Ну, это не дырочка. Там, знаете, как вот дерево, да? Так вот. Но она не отполированная, она черная. Мне и этих ребят жалко, и себя жалко. И когда мне опять приезжать сюда, мне переезжать, тут уже будет кот. Что мне с котом потом делать? На улицу пойти гулять? Он же не сможет тут это везти. Мне, конечно, кажется, что в ферме продактс очень серьезно повезло, что я спокойно, как удав. Белорусские ручники. Еще из Швеции. Мама передавала, помните? Кто еще из Швеции меня смотрит? Посмотрите, как красиво. Не знаю. Наверное, это лицевая сторона, да? С Васильком. С Васильком. Когда тебя, может быть, постелить вас там, где будет посуда. Правда? Надо же использовать. Натуральный лен. Ну, что ж, ждем продолжения истории. Сейчас с мамой поговорю. Да, все надо контролировать. У меня вообще просто... Посмотрите, сколько у меня еще места осталось. Там одно одеяло, я знаю. Ну, пока у меня нет шкафа, поэтому надо там будет, наверное, чтобы это полежало. Вот. Ну, там же дальше посмотрим, покажу. В принципе, мне только два шкафчика заняло. Даже не два. Ну, где-то вот еще один такой. И то, и там еще есть место, может, что-то... Туда все заположил, что буду очень мало пользоваться. Ну, это там подарок. Потом распакую, когда уже все будет на месте. Посмотрим. Ну, короче, вот так вот. Ну, обзор кухни будет, когда заселюсь. Запустил это дело беляшом. Позвонили, сейчас приеду, порадится. Собирать кровать. Ну, делайте ваши ставки, господа. Все ли будет нормально с кроватью. Девочки, мальчики, не показываю вам все. И он прям вот чуть-чуть покажу кроватки. С кроватью повезло. Парни такие молодые, красивые, такие хорошо. Так все сделали вообще прямо идеально. Это беленый, беленый дуб. Буду спать на натуральном латвийском дубе. На дубу. Вот, красивая такая. Господи, говорю, ребят, почему вы не делаете эти двери? Может, вам бы лучше... Посмотрите, вот ни одной задирочки. Вот латыши. Вот латыши. Вот я вам показываю, вот, смотрите. Идеально. Идеально. Все-таки поляки, видите, они уже испортились. Поляки с этими дверьми испортились. А тут прямо идеально. Идеально. Посмотрите, какие ножички. Как красиво. Ну, чуть-чуть потемнеется временем. Чуть-чуть. Но я вам так вот только... Вот, 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 все. Больше не покажу, не покажу больше. Все. Смотрите, подписывайтесь, становитесь спонсером канала. Поэтому только так. Такой интересный магазин. Они, короче... У них висит телефон, что, типа, Партралкумс, перерыв. Я им звоню, говорю, ну, как быстро у вас закончится парк Траукумс? И они говорят, вы хотите посмотреть мобиль? Я говорю, да. Ну, давайте мы вас впустим дистанционно. Посмотрите, так вообще не скажут, что дистанционно выглядит у них магазин. Просто заходишь сюда, и у них дверь на код. Они высылают тебе код. Короче, это вообще... И потом такие камеры там, везде наблюдают за тобой, как ты ходишь. Видите, как мы живем? А магазин сам вообще? Какой-то старый офис или что-то. Ну что, на тебя я не успел. Ты продан. Знаете, почему? Почему он продан? Потому что это Кристиан Лакруа. Кристиан Лакруа всего лишь... Сколько ты стоил там? Пятьсот с чем-то. Пятьсот с чем-то евро. Вот я про это думал. Я не могу сказать, что он очень удобный. Я как бы не очень так переживаю, что его продали. Но он небольшой, он, конечно, был бы... Ну, Кристиан Лакруа. Девочки, мальчики, Кристиан Лакруа. Ну, хоть посмотрим на Кристиана Лакруа. Как он тут... Ну, он не раскладывается ничего. Он ничего не раскладывается. Значит, ты, Кристиан Лакруа, мне не подходишь. Если что, за мной наблюдают. Ну, вот такой вот мне понравился. Ну, это пипец. Ну, это... Я просто, знаете, это купить просто на какое-то время, пока люминус не превратит его во что-то. Во что-то. Вообще, как бы, интересный этот лент. Да, это экспозиция от лет. Ну, тут такая очень дорогая. У меня это видно сразу такая дизайнерская. Надо еще этот посмотреть. А у Кристиана Лакруа был вот эта двойка, а еще было... Еще было у них троечка. Это тоже очень красиво. Ну, здесь вообще прямо... Здесь прямо вообще... Люминус сразу сработает. Конечно, вот это самое красивое. Прямо вообще шикарное. Он, кстати, в такую зеленую... Камера не передаст, но он идет немножко в такой, знаешь, серо-зеленый. Под цвет стен очень мягкий. Конечно, качество вообще просто шикарное. Ну, видите, он огромный. Это не в мою комнатушку. А он Кристиан Лакруа просто грязный. Надо химчистку будет заказывать. Вот эта фирма, конечно, даже... Надо посмотреть, какая она хорошая. Как она заказывает? Мико Дони. Смотреть. Поросшие такие очень классные. Вообще суперские. Большие, большие. И не раз... Ну, не раздвигаются. Вот в этом здании я, кстати, ходил на психотерапию. Что, посмотрим? Картошка. Тут по-латышски картошка. Тут будет пляжик. Смотрите, какой пляжик классный. Так вкусненько здесь пахнет. Мыльцем, наверное. Иду еще в один аутлет. Конечно, очень много всего. Но цены космос. Все равно для аутлета. Просто космос цены. Смотрите, какой классный. Прикольно. Скажите, такой современный, модный. Но непрактичный. Цена, конечно, тоже бомба. Бомба. 1200 очень дорого. Ну, тут тоже такой красивый. Строгий. Просто шикарное зеркало. Смотрите, как сделано. Тут как бы не видно притемненное. Здесь вообще. Смотрите, от всех. Скажете, что не шикарное. Шикарное же. Блогеречка знает, где найти. Прикольные вещи. Цены, конечно, дороговаты. Дороговато здесь для аутлета. Можно было немножечко подешевле. Так, что-то у нас. Такое зеркало интересное. Я бы его повесил. Знаете, как это? Оно с двух частей состоит. Я бы одну. Вот видите, тут. Только я бы его вот так вот повесил. Вот так вот. На сантиметров 15 ниже. Было бы очень прикольно. Благеречка плохого не посоветует. Тут даже для... Для кота. Посмотрите, что можно. Это такая штука. Она привинчивается. Где-то здесь. Вот так вот он будет лежать. Не знаю, пойдет ли он или не пойдет. Это натурально. Это волок. Это хорошая штука. Сколько ты стоишь? 77 евро. Для Люмика. Он не будет один. Он не будет лежать. Он ко мне будет вечно ходить. Это 100%. Мне понравился вот этот вот кувер. Ее так с Мэйден-Суэден. Очень приятно. Официально мужчина с ковром. Кручен мне понравился. А еще мне повезло, потому что я встретил знакомую свою. Она очень сильно связана с моей кухней. Не буду раскрывать всех тайн. И она меня еще подвезет, потому что мы соседи по району. Старого пока что. Бизнес и политика уходят с Андре Сало. Здесь была фирма по чистке СОУ. Ну, кто-то новый заехал. Он все равно кто-то заехал. Кто-то заехал. А вот тут, вы видите, киоск стоит. С ним ничего не могут сделать, потому что вот этот вот квадратик земли, вот от знака, вот до сюда. Частная территория. Там уже другая частная, а это... Представляете, что творится? Тут у нас была партия. Партия, которая ратовала за стабильность. Нестабильно за стабильность. Переехали, уехали. А здесь кафе. Ресторан, ресторан. Сейчас скажу, как он называется. Раньше здесь был Грин Пампкин. Или он так и называется Грин Пампкин. А, они, наверное, не меняли название. Это вот квартиры переделали. Представляете? Ну, я не знаю, там еще живут. Там кто? Офис. Там была квартира. Но, наверное, уже не квартира. Грин Пампкин. Это был веганский ресторан. Веганский. Ну, они разорились быстро, конечно. Кто там будет веган? Тут такое же непроходное место у нас. Непроходное. Каким он там развалившийся дом. Вот. И потом, значит, украинцы сняли вот это вот помещение. Оно большое. Это на первом этаже очень большое. Я иду продавать. Продал подушку. Представляете, иду отправлять. И оно такое большое. Я не знаю. Я не знаю, за счет чего они живут. Здесь никогда нет людей. Никогда. Ну, может быть, в пятницу, там, в субботу вечером сидят. Так всегда просто. Как они содержат это помещение. А может быть, там еще и второй этаж. Нет, это, наверное, отдельный вход. Ну, у них огромное помещение. Как они выживают здесь? И вообще, арендная плата такая нормальная. У них нету клиентов. Я никогда не был здесь. А это было, ну, такое старое здание. Посмотрите, как отреновировали. Потому что построили вот эти вот модерны. Это тот дом, что сносили. Где я ревел на взрыв. Это вот они построили вот эти вот гробики. Ну, а рядом же, ну, неприлично. Неприлично, чтобы будет развали настоять. Они, наверное, отремонтировали. Ремонтировали. О, куда стабильность переехала. На Москачку. Поближе к электорату, так скажем, своему. Ну, все, началась предвыборная гонка. Харрис Рокпелнис. О, как хочет в Европарламент. Такой большой мы сделали плакат. Готов. Готов. 4,50. Такие хорошенькие. Пушистенькие. Я иду, с меня штаны спадают. Я так сильно похудел. За последние там несколько недель. Я аж на похудеечке. Плюс я еще сейчас очень много фитнесом занимаюсь. Мне вот чуть-чуть, так, знаете, поплохело прям, потому что, ну, вот, очень тяжело. Спать хочется все время, когда она похудеет. И вот хочется прям пойти, все, как будто булку купить вечером. Но куплю банан. Или не куплю банан. Бананы тоже с жабами теперь у нас. Раньше же были такие экологичные. Красненькие, вкусненькие такие. Больше нету, что ли? Вот с жабами. Прямо вот вынуждают меня купить булку. Ну, я от булки отказался. Вот это хочу. Вот эти хочу. И вот эти вот хочу. Прямо вообще хочу. Ну, что это за цены? Столько не зарабатываем здесь, в Латвии. Ну, что? 8 евро. За шишки. За шишки из лесу. Вестима. Такие вкусные, наверное, блин, так хочется. Жаба душит. Жаба душит, девочки, мальчики. Семочки. Посмотрите, какие поджаренные, тыквенные, пухленькие. Прямо. 7 евро. Офигеть. Офигеть. Сушеные грибы. Здесь 50 грамм. Я в шоке. Все. Так, выбор. Выбор между бананами. И финиками. Куплю фиников, чтобы с голоду не умереть. Не пасть в оборок на похудеечки. Может, какие-то дубники. А, они такие недовые, такие я не дублю. возьму. Возьму такие. Что у нас посадили в этом году в парке. Такие вот тюльпанчики. Смотрел какой-то ужасный репортаж. В Минске. Женщина высадила тюльпаны около дома. Мужчина три тюльпана сорвал. За ним прибежали дети. И за три секунды девочки вырвали все тюльпаны, а мальчики ногами пинали луковицы. Представляете? Женщина будет писать. Ну, может, не будет. Я думаю, что там родители приползут на коленях, чтобы только заявление не писали. А так-то, если заявление написать детей на учет, как это подростковый там, или же как, куда их. И штраф. И штраф. Представляете? Что такие невоспитанные дети вообще? Например, шок. Шок. Это просто, вот знаете, дети бы, они, может быть, даже этого не делают. Мужчина показал им пример. Вот он показал им пример, что можно вот так вот подойти, сорвать тюльпаны. Ну, и они же, они же не соображают. Представляете? Ужас просто, ужас. Скоро тут тусняк начнется. Смотрите, что нашел в теплице. У меня такую тепличку. какой классный закон, рам. Даже с прошлого года они не убрали. Посмотрите там, что-то там, помидорки, наверное, помидорки. какой-то бар тут, бар или что-то тут. Какая-то бухалка. Бухалочка. Скоро вас снесут. Скоро вас всех снесут. И тут будет элитное жилье. О, «элитное жилье». Да. Субтитры добавил Etariy. Здрандляласное жилье. Продолжение следует...